Добрый вечер! Команда подробностей и я, Алексей Лихман, поможем вам узнать главные новости этого дня. Итак, сегодня в выпуске. Конституционный поворот. Рада изменила основной закон. Что изменится на деле? Дорогие гектары, какую взятку требовал глава сельсовета за разрешение на аренду земли под Киевом? Львовский мусор. Кого обвиняют родственники погибших на городской свалке? Полная перезагрузка. Парламентарии дали старт в судебной реформе. Закон о судоустройстве и статусе судей поддержал 281 нардеп. Итак, Украина, согласно нему, возвращается к трехуровневой судебной системе, которая действовала до 2002 года. Суды первой инстанции, апелляционные и Верховный суд. Спецсудов больше не будет. Для людей в мантиях меняется и возрастной ценз. Раньше должность судьи можно было занимать с 30 лет, теперь с 35. Оклады увеличены в несколько раз. Зарплата судьи первой инстанции 30 минимальных заработных плат. Это 43,5 тысячи гривен в месяц. Апелляционного 50 минималок. Это 72,5 тысячи гривен в месяц. Судьи Верховного суда более 100 тысяч. И это без надбавок. А вот с ними уже около 300 тысяч. При этом судей лишат неприкосновенности. И все без исключения они должны пройти аттестацию, сдать экзамены и две декларации о доходах собственных и своей семьи. Изменения коснутся и назначений. Вопрос о переводе судей из одного суда в другой будет решать не президент, а высший совет правосудия. И вот по его представлению глава государства сможет назначать служителей Фемиды. Принятие этого закона было необходимо для внесения изменений в Конституцию. Здесь голосов уже собрали более 300. Кто был за, кто против и почему, все расскажет Екатерина Лысенко. На удивление высокая явка нардепов в Раде сегодня говорит об одном. Здесь настроено голосовать. Из гостевой ложи за избранниками наблюдают дипломаты. А с трибуны говорят, сегодня будут менять судебную систему. Уверяют, даже молились об успешном голосовании. Представники всех конфессий молились, чтобы дать нам, народным депутатам, силу и мудрость в ухвалении решений, которые бы дали в Украине справедливый суд. Задача максимума – изменить Конституцию, но прежде принять закон, который ведет в действие те самые новые нормы. Что изменится, по очереди поясняют с трибуны. Часть судов уйдет в историю, зато появится новый Верховный суд. Створится новый Верховный суд с новыми функциями, новой структурой и новым складом. Суды этого суду будут набраны за конкурсом, в котором сможет брать участь как действующие судьи, так и адвокаты и научные в сфере права. Все судьи, а это почти две тысячи, будут переатестованы, как в школе, экзамены на профпригодность. И полученный балл откроет дверь к участию в конкурсе. А уже потом будут смотреть, в том числе, и на судебное досье. Это тоже нововведение, чтобы знать, как и чем жил служитель Фемиды. Прийдут люди, которые не были завязаны в этот ланцюг коррупции в середине судов. Конкурсы будут проводить отдельно в Верховном Комиссии. И будет создана отдельная Рада Громадская, которая будет следовать за проведением конкурсов, за проведением переаттестаций. А еще вводятся обязательные декларации для судей. И об имуществе движимым и недвижимым придется рассказать. И о доходах родственников. Но одна из ключевых норм – единая судебная практика. То есть образец, как действовать судем в том или ином случае. Это нужно, чтобы по одному и тому же делу разные суды не выносили противоположные решения. Ну и особый бонус – зарплата. Судя высшего суду Украины, его базовая ставка будет 150 тысяч гривен, а с врахованием всех коэффициентов и всего остального, судя в Киеве будет получать 315 тысяч. Это достаточно, на самом деле, суттевый момент для того, чтобы суды были независимыми. Законопроект, который внесен президентом Украины и созданный народным депутатом, имеет 160 статей. Но, несмотря на это, за закон проголосовали с первой попытки и в целом. И тут же, решил работать без обеда, зал принялся менять Конституцию, прежде обсудив все «за» и «против». Будем смеливыми, переломим хребет коррупционной системы. Мы понимаем, что люди в Украине потребуют изменения судебного корпуса. И эта система, которая не работала, когда это проводил парламент, может быть изменена. И, согласно рекомендации Венецианской комиссии, может стать цивилизованной и правильной. Наша фракция, рассматривая изменения Конституции, приняла решение поддерживать их, поддерживать этот законопроект, рассматривая его как первый шаг для реформирования судебной системы в стране. Так можно избежать судебных, подсказываю, можно. А кто будет их набирать? Против следующих двух-трех лет полная монополизация набора судебных. Фракция объединения самопомощи приняла решение поддерживать себя. Я буду голосовать против изменения Конституции. Когда война, Конституцию не чипает. Конституция сама себя защищает. И сразу после выступления Савченко со спандером в руке, в сессионном зале появился президент Кабмин в полном составе, в правительственной ложе. Бывший премьер тоже здесь, правда, в качестве главы своей фракции. А Петр Порошенко, выступая перед нардебами, в который раз призвал дать старт реформе. Да, мы это делаем на выполнение международных обязанностей, которые мы все взяли на себя перед международными организациями. Но в первую очередь мы это делаем для украинского народа. Уже через несколько минут вопрос поставят на голосование. Заминка вышла из-за радикалов, которые в самый ответственный момент ушли на совещание. Но радикалы от голосования воздержались, правда, и без них все прошло на ура. С первой попытки конституционным большинством парламент изменил конституцию в части правосудия. 335 нардепов за. Решение принято. Когда нужно и проголосуем, и 300 голосов найдем. После голосования выдохнули нардепы. А радикалы набрали воздуха и решились на новый демарш. Покинули парламент. И когда вернуться, непонятно. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Иван Ермаков, Геннадий Никенко. Подробности телеканал Интер. Посол США Джеффри Пайет назвал сегодняшний день историческим и приветствовал старт судебной реформы в Украине. Сразу после голосования в парламенте он написал в своем твиттере, я процитирую, «Утверждение Радой конституционных поправок относительно судебной реформы – это большой шаг вперед на европейском пути страны». Также дипломат заверил, что США готовы поддержать преобразование судебной власти. Снова процитирую, «Внезависимый, подотчетный и эффективный институт». Одобрили сегодняшнее голосование Верховной Раде и в Евросоюзе. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерико Магирини и комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Яхан Исхан сделали совместное заявление. Они отметили, что с нетерпением ожидают осуществления все объемлющие реформы судебной системы. Глава Венецианской комиссии, консультативного органа при Совете Европы по конституционному праву Джани Букикио заявил, что рад результатам сегодняшнего голосования. Украинские депутаты, по его мнению, показали готовность ответственно действовать в интересах страны. В ближайшее время президент представит кандидатов в новый состав Центризбиркома. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала одна из представителей трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ольга Айвазовская. Сегодня она встречалась с главой государства и, как сообщает Петр Порошенко, пообещал озвучить имена кандидатов уже в течение двух дней. По мнению Айвазовской, результаты промежуточных выборов нардепов 17 июля уже должен установить новый состав избиркома. У автолюбителей могут отобрать акцизный пряник. Глава фракции «Самопомич» Олег Березюк сегодня сообщил, что президент витировал закон о снижении акцизов на поддержанное авто. И добавил, якобы эта информация инсайдерская и само вето будет с некими предложениями. Но какими Березюк не знает. Единый закон за полтора года, который реально отдаёт людям деньги в кишени, реально, все-таки это виртуальные деньги. Почему-то накладено вето. Шкода. А вето – это платная за сегодняшнее голосование. Потому что 10 людей в зале, которые получают еще, напевно, несколько десятков людей в этом зале, сказали «Ні! Забирайте наши деньги и отдаете людям!» Так делать просто не можно. А пресс-секретарь президента Святослав Цеголко информацию о витировании закона опроверг. По его словам, текст закона еще даже не поступил в администрацию президента. Это подтверждает и сайт парламента. В графе прохождения пока нет пункта ни о передаче документа на подпись Порошенко, ни о его витировании тем более. Трагедия без выводов. Сегодня городские власти Львова решили, мусорный полигон, на котором погибли три спасателя, все равно закрывать не будут. Неужели произошедшее так ничему не научило чиновников? Узнавали наши корреспонденты. Мусоры дальше будут вывозить на Грибовицкий полигон, так заявили в мэрии Львова. Сегодня в Горсовете собрали пресс-конференцию, чтобы сообщить. Все-таки решили свалку рекультивировать и даже мусороперерабатывающий завод построят. О деньгах уже договорились. 40 миллионов евро возьмут у Европейского банка реконструкции и развития. Кредит на 25 лет. Под полтора процента годовых. Возвращать будут из городского бюджета. Мол, другого выхода, как залезть в долги, нет. Иначе Львов утонет в мусоре. Когда именно полигон снова откроют, чиновники не сообщили. Но предупредили. Отныне информация о том, куда будут возить отходы до открытия свалки, это почти военная тайна. Во избежание массовых бунтов. Есть такая危険сть, что где-то уверен, что будет действовать сопротив того, что вывозится смятая. Поэтому мы той информации сейчас не оприлюдниваем. Жители Великих Грибовичей, расположенных рядом с полигоном, уже протестуют. Депутаты сельсовета собрали внеочередную сессию и решили приостановить деятельность полигона. Нужно собирать владу всего Жовкевского района и решить вопросы для себя, куда добавить свои смяты. Как каждый район так сделает, и место Львов для себя, вопросы на Львовщине смяты будут решены. Жители Грибовичей не желают больше дышать ядовитым смогом от пожаров на полигоне. А родственники погибших спасателей не захотели видеть мэра Львова. Садового у себя в доме. Когда городоначальник пришел к родным Андрея Вненькевича с цветами просить прощения, теща погибшего не выдержала и отправила садового в Освояси. Друзья погибших спасателей говорят, такая реакция родных на визит мэра Львова вполне объяснима. Тем временем на Грибовицком полигоне сохраняется угроза нового оползня. Сегодня появилось видео свалки, снятое с высоты птичьего полета. На нем отчетливо видна огромная трещина на склоне горы из мусора. Тем не менее, спасатели продолжают поиски пропавшего без вести сотрудника коммунальных служб. Предполагают, его тело находится под завалом. Ирина Исыченко, Галина Якушко, Юрий Голубенко, телеканал Интер Львов. Полицейского взяточника задержали во Львове. Начальник одного из райотделов города хотел положить в карман 3000 долларов. Деньги требовал у местного жителя и обещал, что тот избежит уголовной ответственности. Правоохранитель был уверен в своей безнаказанности, деньги брал прямо на рабочем месте. Ну вот в этот момент его и задержали СБУшники и внутренняя служба безопасности нацполиции. На взятки в 300 тысяч евро плюс 10 тысяч долларов поймали председателя Гвоздовского сельсовета. Это в Васильковском районе Киевской области. С ним попался и посредник, местный депутат. Спецоперацию проводили совместно сотрудники СБУ, прокуроры антикоррупционного спецдела и детективы НАБУ. Как выяснили следователи, глава и депутат сельсовета требовали деньги у представителей агропромышленного предприятия за долгосрочную аренду 26 гектаров земли. Во время задержания вымогатели пытались скрыться от правоохранителей на машине. Взяточникам уже объявили о подозрении, суд их уже ждет завтра. Стоп-экспорт. Закарпатья перестала продавать древесину за границу. Запретил вывозить лес глава области. Подробности узнаем у наших корреспондентов. Это железнодорожные пути возле границы со Словакией и Венгрией в Закарпатье. Здесь более 200 вагонов с лесом. Таможенники почти месяц не оформляют груз. Предпринимателям объясняют, древесина в составах не порублена на дрова. А размеры бревен не длиннее метра установил своим распоряжением губернатор Геннадий Москаль. Эти фирмы за кордоном, с которыми мы работали, их технологический процесс не позволяет переработать однометровую дрова. Пока что мы не знали покупателей, которые бы у нас брали. Распоряжение Геннадия Москаля идет вразрез с таможенным кодексом, в котором не установлены нормы и предельные размеры дров, жалуются бизнесмены. Из-за запрета вывозить лес закарпатские лесхозы уже перестали продавать дрова за границу. Таможенники ситуацию не комментируют. Предприниматели пошли в прокуратуру, но там заявление не приняли, мол, убытки от действий таможни несущественны. Правоохранители направили бизнесмена в суд. Отменять свое распоряжение губернатор не намерен. Его задело обвинение области в крышевании контрабанды. После скандала с попыткой вывезти за границу якобы ценные породы дерева под видом дров. Это было еще в конце апреля. Он четко сказал, что если уже называли контрабандистами за такую вещь, то должны выразиться на уровне центральных органов влады. Або мы пускаем эти вагоны, и тогда никто никого не называет контрабандистом, або мы обмеживаем размер паливной деревни. Между тем, пока в Закарпатской области запрещен вывоз лесокругляка, цельную древесину пытаются вывозить через границу во Львовской и Черновицкой областях. Их губернаторы ограничения не вводили. Марина Кавадь, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Кстати, что происходит с вывозом леса в Черновицкой области и какие нелегальные схемы там задействованы, обязательно увидите во второй части программы. Дождитесь, пожалуйста. Резолюция, которая может испортить отношения между Германией и Турцией. Бундестаг признал массовое убийство армян в Османской империи в 1915-18 годах геноцидом. Армения уже приветствует это решение, а Турция назвала исторической ошибкой и даже отозвала из Германии своего посла. Обо всем подробно Татьяна Лагунова. Практически все за и резолюция принята. Немецкие депутаты одобрили документ, разработанный сразу тремя политическими силами. Христианскими демократами, социал-демократами и зелеными. Массовое уничтожение армян в Османской империи в начале 20-го века признано геноцидом. Один против, один воздержался. Резолюция принята показательным большинством немецкого Бундестага. Эта резолюция пролежала в Бундестаге больше года. Ее не спешили выносить на голосование, чтобы не испортить отношения с Турцией, преемницей Османской империи. Но авторы все же настояли на рассмотрении документа. Интересный факт, на который сразу же обратили внимание журналисты. На сегодняшнем заседании отсутствовали топ-политики страны. На голосование не пришли ни канцлера Ангела Меркель, ни ее замы, министр экономики Зигмер Габриэль, ни министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. Главный дипломат Германии улетел в командировку. У Меркеля Габриэля нашлись другие, более важные дела. Реакция Анкары не заставила себя ждать. Через час после заседания Турция отозвала своего посла в Германии. Дипломат вылетел из Берлина в три часа дня. Власти Турции уже назвали принятие резолюции исторической ошибкой, которая может надолго испортить отношения между двумя странами. Германия и Турция очень тесно сотрудничают во всех сферах, включая политику и экономику. Поэтому я не думаю, что будет какой-то бойкот. Наиболее чувствительные темы – это либерализация визового режима и сотрудничество в миграционном вопросе. Эксперты не исключают, Анкара может отказаться помогать Евросоюзу в решении миграционного кризиса. Вполне возможны и массовые акции протеста немецких турков. Их в Германии более трех с половиной миллионов. И это не только потенциальные демонстранты, но и избиратели, которые могут влиять на политическую жизнь страны. Татьяна Угна, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. А турецкий МИД ближе к вечеру распространил заявление, в котором назвал позорным признание Германии геноцида армян. В тексте, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства страны, говорится, эта резолюция является примером невежества и неуважения к закону, а также попыткой политизировать историю, игнорируя свободную дискуссию по историческим вопросам. Это навязывание армянского мнения как неоспоримого факта. Прокомментировала решение Бундестага и канцлер Германии Ангела Меркель. Вот она уверена, что несмотря на разногласия по некоторым вопросам, между Турцией и Германией все же сохранятся прочные отношения. Это заявление Ангела Меркель сделала на совместной пресс-конференции с Генсеком НАТО. Говорила канцлер Германии здесь и об отношениях Альянса с Россией. Она отметила необходимость провести совместное заседание еще до проведения Варшавского саммита в июле. В свою очередь, Йенс Столтенберг заявил, НАТО не стремится к конфронтации с Россией, напротив, пытается установить с ней конструктивные отношения. О новой холодной войне речь не идет, скорее, о попытке сохранить политический диалог с Москвой. Мы не видим никакой непосредственной угрозы со стороны Российской Федерации для союзников НАТО. Но в то же время видим, что Россия в последнее время инвестировала значительные средства в модернизацию своих вооруженных сил и затем использовала их для изменения границ в Европе, впервые с момента окончания Второй мировой войны, аннексировав Крым. И на это НАТО просто не может не отреагировать. А Россия тем временем начала танцевать контрсанкции обратно. Без каких товаров, уничтожаемых бульдозерами еще год назад, сегодня, нужно никак не обойтись, Данил Русаков расскажет. Говядину, мясо, птицы и овощи в Россию из Европы теперь ввозить разрешили. Правительство Федерации опубликовало соответствующее постановление. Так называемые контрсанкции ослабили. Сырье из западных стран покупать можно, правда с оговоркой, только в том случае, если эти товары пойдут для производства детского питания. На остальную еду это не распространяется. Как заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, сырья для приготовления смесей в стране нет. Объяснил такие действия так, цитирую, «это очень узкая тема». Конец цитаты. Подотчетные Дворковичу чиновники позже разъяснили, в Минсельхозе выпустили целое заявление. Говорят, порядок и объемы ввоза товаров они обязательно лимитируют. Нормы обещают разработать и подготовить в течение трех ближайших месяцев. Там также заверились, с импортозамещением прощаться не хотят. По этой логике ввоз в страну заграниченного продовольствия, наоборот, должен подстегнуть местных производителей. Последний комментариев, правда, пока не давали. Напомню, контрсанкции в России ввели в 2014-м как ответ на ограничительные меры Запада. Данил Русако, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Франция передала Египту первый мистраль, который строила для России. Церемония состоялась в порту Сен-Назер. На ней присутствовал министр обороны Египта. Присвоили кораблю имя бывшего президента страны, Гамаля Абдель Насара, и подняли над ним египетский флаг. Хотя еще в прошлом году вертолета-носец имел название Владивосток и предназначался для российских ВМС. Но из-за санкций против Москвы Париж расторг контракт. Не достанется России и второй мистраль, его тоже передадут Египту уже в сентябре месяце. Родственники жертв рейса MH17 подали в суд на малазийской авиалинии. Родные шести членов экипажа обвиняют авиакомпанию в халатности и нарушении условий контракта. А именно в том, что там не приняли во внимание конфликтную ситуацию на востоке Украины при выборе маршрута. От авиаперевозчика требуют компенсации за то, что не смог обеспечить безопасность своих сотрудников. Напомню, пассажирский самолет был сбит над Донбассом в июле 2014 года. Погибли тогда 298 человек. По результатам расследования международной группы следователей, лайнер был сбит при помощи российской системы БУК. Более 50 раз боевики нарушали условия перемирия на Донбассе. Традиционно жарко под Авдеевкой и Горловкой, а под Стахановым не прекращается война разведок. Последние новости из зоны АТО в сюжете Руслана Смещука. На этих кадрах с дрона ОБСЕ тяжелые самоходки Акация 152-мм снарядами разносят Авдеевскую промзону. Работают из поселка Минеральное под Донецком. Это было несколько дней назад. Но и этой ночью в промзоне снова разрывались снаряды и мины. А это армейские позиции возле оккупированного Стаханова. Здесь тяжелая артиллерия боевиков молчит, но перемирия нет. Почти каждую ночь сюда подходят диверсионные группы противника. Заходят они со Стаханова, с балки там, спускаются по балке к нам, где мы их толком не видим. Обстреливают ребят. Вчера, позавчера и позапозавчера. Четыре дня подряд, чтобы говоря, они залазили. Мы открывали огонь. Бывает, что снайпера работают. А это уже позиции вблизи оккупированной Горловки. Здесь по ночам тоже неспокойно. Везде свежие воронки от минометов и гранатометов. Но и днем расслабляться не стоит. По нам работает СВД. По ребятам дальше работает винтовка. Как называется, точно я не скажу. Но калибр 12,7. Мы постоянно в окопе. День-два спокойствие. Это, это, про раз, это расслабонь. Поэтому в свободное от дежурств время военные в буквальном смысле зарываются в землю. Углубляют окопы, строят новые блиндажи. Вот этот вот блиндаж сами пацаны рыли. Земля, конечно, почта кошмарная. Ну, сделали. Сейчас еще будут несколько слоев делаться. Здесь все хорошо, что если даже будут скрыть минами, в принципе здесь деревья. Сюда только осколки придут. Тем более погода помогает. После нескольких дней проливных дождей на Донбассе снова солнечно. Руслан Смещук, Игорь Сулий, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Ночные гонки в Харькове. Во время патрулирования экипаж полиции заметил БМВ без номерных знаков. Инспектор подал знак остановиться, но водитель не отреагировал на это требование и попытался скрыться. Патрульные вызвали на помощь дополнительные экипажи и начали погоню. Через некоторое время автомобиль удалось догнать. Известно, что в машине были граждане Азербайджана. По мнению патрульных, все они, включая водителя, были под действием наркотиков. К тому же у водителя не оказалось прав. Во время обыска патрульные нашли пистолет в салоне. Нарушителей задержали, но комментировать что-либо на камеру в Харьковской полиции пока отказываются. Продолжаем подробности. Вот что узнаете из второй части выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шины у центрального входа в здание телеканала, после чего убежали. При этом едва не пострадал работник нашего канала. Он в последний момент увернулся от языков пламени. Масштабного пожара удалось избежать, но в график работы съемочный груб был сорван. Интер подал заявление в правоохранительные органы с требованием найти и наказать злоумышленников. Уголовное производство уже открыли. Они бросили шины перед входом на телеканал. Я буквально стоял в шаге от них. Открыли бутылку с зажигательной сменой, смесью облилили его. Этой смесью подожгли зажигалку. Я успел только отскочить, побоялся, чтобы самому не загореться. Их опознать невозможно, потому что лица были до половины скрыты. Ну, платком таким обязаны все. Молодые парни. Интер расценивает этот инцидент как попытку оказать давление на сотрудников общенационального телеканала и блокировать его работу. Об этом говорится в заявлении на сайте телекомпании. Любые формы давления на СМИ и их сотрудников не должны иметь места в правовом государстве, отмечается в этом сообщении. Жители Кировограда сегодня митинговали против переименования города в Кропивницкий. Несколько сотен человек собрались под зданием мэрии и требовали, чтобы депутаты учли мнение общины. На площади установили экран с трансляцией заседания Верховной Рады, но узнав, что сегодня вопрос о переименовании города рассматриваться не будет, митингующие разошлись и пообещали, что продолжат акцию завтра. А вот в Одесской области компания по переименованию добралась до Дмитровки Татарбунарского района. Ее жители узнали, что село должно стать теперь Дельжилером. Так оно называлось до 1945 года. Еще зимой на общественных слушаниях жители выступили против переименования, но депутаты решили, что Дмитровка названа в честь революционного деятеля Димитрова и подлежит декоммунизации. На собрание жителей приехали депутаты оппозиционного блока. Они пообещали, что опротестуют решение в судебном порядке. Выход цены в ситуации один. Это идти в суд и доказывать свои права и свое мнение. Люди должны жить в том населенном пункте, который они видят, который не знают и который им нравится. Некоторые ли им навязывают тупо институт памяти, либо другие посторонние люди. Георгий Димитров был один из коммунистов болгарской нации. А мы село Дмитровка названы на честь поширенного болгарской имени Дмитрий. Лес исчез. Скандальная история с задержанием 60 вагонов с древесиной ценных пород во Львовской области получила продолжение. Груз тогда отправили на проверку в Черновицкую область. Доехали меньше 10 вагонов. Все подробности Ольги Паламарюк. Эшелоны леса, которые везли в Румынию, львовские активисты задержали на прошлой неделе. В 20 и 60 вагонов была ценная древесина, которую пытались выдать за дрова. Было открыто уголовное производство. Вагоны отправили в Черновцы на экспертизу. На станцию в Адулсире дерево прибыло только через три дня. Активист Николай Пятиченко встречал львовские вагоны. Но вместо высококачественного леса увидел полугнилые дрова. Утверждает, по пути груз подменили. Как нам передают фотографии, там одни вагоны зафиксованы. На воду заезжают вагоны совсем другие. Более того, на досмотр прибыли только 9 вагонов из 20. Где остальные, буковинские таможенники не знают. Правоохранители утверждают, вагоны сопровождали. И контролировали их прибытие на крупные железнодорожные станции. В Крыплине, в Чернивцах были. Но сразу есть информация, что их перезагружали. Некхай бы каждый человек рядом с вагоном стоял, ценой ночь. Почему древесину так долго везли на досмотр и где остальной груз, подробностям так и не объяснили. Дело передали в Ривненскую полицию. Активисты уверены, история со львовскими вагонами малое звено в целой цепочке коррупционных схем. Где вроде все обо всем знают, вот только виновных то ли не могут найти, то ли не хотят. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область. Чиновника наркодилера задержали в Черкасах. Сотрудник одного из отделов горсовета продавал амфетамин несовершеннолетним. При этом даже не скрывался. Встречался с подростками прямо возле горсовета. При передаче очередной партии наркотиков его и задержали. У подозреваемого сотрудники СБУ изъяли 10 граммов препарата. За минувшие сутки количество обстрелов на Мариупольском направлении увеличилось почти вдвое. Боевики бьют преимущественно из артиллерии и минометов. Жарче всего в Марьинке, Красногоровке, Широкине и под поселком Гнутово. Подробнее расскажет наш военкор Станислав Кухарчук. Полевая дорога к позициям близ поселка Гнутово. После проливных дождей сюда можно добраться только на военном грузовике. Но грязь не единственная помеха. Путь буквально усеян свежими воронками. Конец мая, начало июня бойцы между собой уже прозвали адской неделей. Артиллерийские обстрелы здесь не прекращаются ни днем, ни ночью. За это время в данном направлении. Пятеро погибших. Напротив наших позиций оккупированы Коминтерново и поселок Октябрь. По данным разведки, там сосредоточена ротная тактическая группа наемников. С техникой и тяжелой артиллерией. Где-то приблизительно каждые 15 секунд и шли выстрелы. Полет мины где-то 6-7 до 10 секунд. Приблизительно, если так сказать, 300 метров в секунду летит мина. Можно посчитать, с какого расстояния я бью. Приблизительно Коминтерново. Сегодня на этих позициях спокойно, но ребята заметно нервничают. Со стороны соседнего подразделения слышен грохот канонады. Почти по всей линии фронта наемники активно ведут разведку наших позиций. Все чаще используют беспилотники и диверсионно-разведывательные группы. Накануне одна из них пыталась с боем прорваться в район Марьинки. Врага остановили шквальным огнем. Противник проводит зараз ротацию своих військовослужбовцев. И с большей количеством опытов можно спостерегать, что он проводит их обкатку и, скажем так, настреливает. Также враг накапливает боевую технику и живую силу. Но вся она сосредоточена далеко от линии фронта. Успокаивают в штабе. Поэтому о возможном наступлении пока речь не идет. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Николай Терещенко. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Полиция Венгрии задержала пятерых украинцев, которые перевозили нелегалов. 25 мигрантов из Пакистана и Афганистана они везли в сторону Австрии в двух микроавтобусах с литовскими номерами. Полиция остановила машину возле города Сомбадхей. Это в 15 километрах от Австрии. Задержанных уже доставили в полицейский участок и допросили. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте венгерской полиции. Европа в воде. Сильнейшее наводнение во Франции и Германии. Дожди там не прекращаются уже вторую неделю. На данный момент известно о пяти погибших. Как местные власти пытаются противостоять стихии с места событий Геннадия Вивденко. В маленьком баварском городке Зимбахамин от наводнения погибли 4 человека. Представители местной власти оценили масштаб убытков. Вода в реках пребывает поминутно. Разрушены автодороги. Частично или полностью затоплены десятки частных домов. Говорят и о первых случаях мародерства в покинутых зданиях. Пострадавшим выделят первичную денежную помощь. Предложим обширный пакет помощи. Предварительно завтра с утра около районных отделений власти будет выплачено пострадавшим гражданам 1500 евро на ремонт домов. В критической точке достиг уровень воды в Рейне. Самая опасная ситуация на севере Германии, Вестфалии. Там спешно укрепляют дамбы. Спасатели и волонтеры готовят и устанавливают мешки с песком. Судоходство при реке пока не приостановлено. А это один из основных промышленных регионов страны. Воды столько, как сейчас, я никогда не видел. Она очень близко подошла к верхнему уровню дамб. Все, что я вижу, невероятно. Серьезная ситуация сложилась и во Франции. На севере страны погибла от наводнения пожилая женщина. В ряде городов проводят эвакуацию жителей. Спасатели на лодках сопровождают их на большую землю. В самой столице Парижа уровень воды в Сене достиг критического уровня и больше обычного на 5 метров 90 сантиметров. Специалисты говорят, что при превышении отметки в 6 метров придется закрывать подземные пригородные электрички, так называемые RER. Но пока присутствие духа парижане не теряют. Я не думаю, что вода перехлестнет защитное сооружение на берегу, потому что во время сильнейшего наводнения, которое я видела в 1955 году, все было намного страшнее. Думаю, все наладится само собой. Пика наводнения во Франции, по словам премьера Мануэля Вальса, власти ожидают в эти сутки. Предварительный ущерб по оценкам организации экономического сотрудничества в Европе уже оценивают в 30 миллиардов евро. Прекращение дождей в ближайшие дни не ожидается. Тучи пока не расходятся над Европой. И на дивиденке Вадим Свиридонов подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Бойкот израильских товаров, которые пытаются устроить некоторые европейские организации, вдруг привел к неожиданному результату. У компаний, против которых ополчились активисты растут продажи. Что за экономическое чудо? Разбирался Сергей Услендер. Есть в Израиле такая компания Содострим, которая производит газированные напитки. А есть такое международное движение BDS. Бойкот Дивестмент энд Санкшнс, которая занимается организацией антиизраильских бойкотов. Содострим их излюбленная мишень. Активисты BDS проводили акции протеста у предприятий компании. Пикетировали магазины в Европе и Америке. Досталась от них даже голливудская актрисе Скарлетт Йоханссон, которая снялась в рекламе этого продукта. BDS даже выпустила целую серию дорогостоящих роликов социальной рекламы, в которых обращалась к потенциальным покупателям. Мол, оплачивая эту газировку, вы оплачиваете оккупацию и убийство. Содострим расположила свои фабрики на оккупированных палестинских территориях, где идут массовые нарушения прав человека. Используя ресурсы, выкачиваемые из палестинской земли, используя труд палестинских рабочих, Содострим богатеет, а права палестинцев нарушены. Остальное в том же духе. Как газировка нарушает права палестинцев, авторы роликов, конечно, объяснить не могут. Какие такие ресурсы Содострим выкачивает из земли, если известно, что в палестинской автономии вообще нет никаких ресурсов, кроме, пожалуй, песка и камней, тоже непонятно. Но вдруг выяснилось, что вся эта шумиха имела совершенно обратный результат. Продажи компании существенно выросли. За 6 лет, пока идут бойкоты, ее прибыль увеличилась почти в 5 раз. С 90 миллионов долларов до 400. Причем сильнее всего она увеличилась именно в тех странах, где бойкоты были сильнее. Например, в Скандинавии. Скорее всего, тут сработали объективные законы рынка. Все это послужило продукту просто отличной рекламы. Что же касается прав палестинцев, то тут вообще получился очень скверный результат, потому что под давлением общественности компания перевела свои производства из палестинских территорий внутрь страны. И 80 палестинцев просто потеряли работу без всякой надежды ее найти. Вообще, надо заметить, что все эти бойкоты еврейского государства имеют какой-то совершенно обратный эффект. Вот простой пример. Инвестиции в израильскую экономику существенно выросли. Они демонстрируют устойчивый рост. И только за 15-й год они составили рекордную сумму. Почти 280 миллиардов долларов. Сергей Услендер. Подробности. Телеканал Интер. Израиль. Рейс Стамбул-Киев задержали из-за разговора пассажиров о бомбе. Об этом сообщает турецкое издание Dogan News. Стюардесса услышала, как один из пассажиров говорил, что на борту заложена взрывчатка. Она сообщила об этом пилоту, который и принял решение отложить рейс. Самолет отбуксировали в безопасную зону, а пассажиров эвакуировали обратно в терминал. В результате обыска взрывчатку не обнаружили, но тем не менее вылет был задержан на 3 часа. За что вышедшего из тюрьмы китайского мафиози вновь хотят посадить за решетку? И какой сюрприз можно обнаружить в шоколадном яйце? Об этих и других новостях в нашем обзоре. Канадский автор комиксов и сценарист Блейк Лейбл в США подозревается в жестоком убийстве своей девушки, украинки Яны Касьян. Три недели назад 30-летняя уроженка Киева родила общего с Лейблом ребенка. Однако пара вскоре поссорилась и женщина переехала к матери. Обескровленное тело Яны Касьяна обнаружили в квартире Лейбла. Полицейские утверждают, женщину пытали. Место убийства очень похоже на сцену из романа подозреваемого. Вышедшего из тюрьмы китайского мафиози вновь хотят посадить. Чен Юс последние 20 лет сидел за грабеж, азартные игры и хулиганство. У ворот тюрьмы его встретили фейерверком, чтобы отогнать злых духов. После чего эскорт из 50 машин направился в пятизвездочный отель. Там закатили сабантуй настолько громкий, что мафиози задержали за нарушение общественного порядка. В Париже объявили войну старым автомобилям. С 1 июля в городе не увидеть ретро-машин. Власти запретили эксплуатировать в городе авто старше 1997 года. Также в будни мотоциклисты не смогут передвигаться на байках, зарегистрированных ранее 2000-го. Так власти пытаются уменьшить количество вредных выбросов. В Китае появились специальные площадки для женщин, которые не умеют парковаться. Здесь места для автомобилей шире обычных на 50% и обозначены специальным символом. Правда, такое нововведение уже вызвало негативную реакцию в соцсетях. Пользователи интернета считают новые парковки сексистскими. Священную воду Ганга купить в интернете. Жители Индии вскоре могут получить ее по почте. С таким предложением к почтовому департаменту обратился министр информации и телерадиовещания страны. Ведомство уже начало переговоры с компаниями о разливе и транспортировке священной воды. Сюрприз в киндер-сюрпризе. В Великобритании мальчик обнаружил наркотик внутри сладости для детей. Открыв шоколадное яйцо, ребенок увидел вместо игрушки пластиковый контейнер, в котором находился белый порошок. Мальчик отдал находку отцу, а тот обратился в полицию. В Литве в соревновании малышей до года победил 10-месячный любитель ключей. Пятиметровую дистанцию Камелис Домбраукас преодолел за 11 секунд. Всего участвовали 25 карапузов. Родители малышей привлекали их внимание пультами, бутылочками с молоком, шарами, зубными щетками и даже тарелкой с кошачьей едой. Новая эра для британского фунта стерлингов. Одна из самых стабильных и сильных европейских валют отныне станет пластиковой. Кто это Мурат, кто нет и кто из исторических личностей появится на новых купюрах, знает Оксана Кундеренко, она в Лондоне. Теперь официально. Здесь, в Британском министерстве финансов, сегодня презентовали новую пятерку. Самую мелкую купюру фунта стерлинга. В обороте она появится с сентября, пока страна прощается со старой. Вот она, зеленая банкнота с изображением Елизаветы II. Королева останется, а на обороте будет новый исторический персонаж Уинстон Черчилль. Кандидатура премьера протестов не вызвала, а вот к материалу, из которого сделаны деньги, пластику, есть вопросы. Так, попытаюсь откусить от нее кусочек. Да уж, у фокусника Элиота Биби теперь одним трюком в арсенале меньше. В Шотландии пластиковые деньги уже в обороте, люди их тестируют на практике и вот что думают. В отличие от классических, они лучше форму сохраняют. И выглядят красивее. Мне больше нравятся. Удивительно, но новые купюры выдержали даже испытание стиральной машиной. В то время, как бумажная пятерка пришла в негодность, пластиковая выглядит как новенькая. Долговечность – один из главных аргументов банкиров, которые инициировали реформу. Мы также учитывали аспект защиты окружающей среды. Бумага уходит в прошлое. Мы получаем более качественные деньги, служат они дольше и снижаются расходы на производство. Пачки старых фунтов постепенно утилизируют. В планах новая пластиковая десятка с Джейн Остин и двадцатка с художником Уильямом Тернером. А банкноты в 50 фунтов вообще выведут из оборота. Все это веяния электронной эпохи, когда наличные, в принципе, больше не нужны. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Такими были новости этого дня. Спасибо, что смотрели подробности. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин